Между тем, по сообщениям представителей ополчения, за последние сутки на юго-востоке Украины зафиксированы 17 случаев нарушения режима прекращения огня. Обстрелены населенные пункты Никишино, Тельманово, Шахтерск, Сташковское, Михайловка, Кировское. Несколько снарядов попали в жилые дома и объекты городского хозяйства Донецка. Ранены четверо мирных жителей. А во многих городах и поселках Луганской области повреждены почти все дома, и чтобы чувствовать себя в относительной безопасности, люди перебираются в подвалы. Дети подземелья, как в одноименной книге писателей Житомира Владимира Короленко. Только он опубликовал ее в 1886 году. И никому на юго-востоке Украины не могло в страшном сне привидеться, что они будут жить как герои той книги. Город Первомайск, несмотря на объявленное перемирие, продолжает подвергаться обстрелам со стороны позиций украинских вооруженных сил. Вот мы видим здесь повсюду результаты прямых попаданий. Этот квартал Первомайска за последние пару дней буквально дважды подвергался обстрелам, и накануне буквально погиб рабочий сфер жилищно-коммунального хозяйства, который занимался восстановлением. Но, несмотря на это, его коллеги продолжают сейчас работать. Конечно, работаем. Да, мы вовремя приходим. Вовремя приходите. Ну, а если вдруг опять начнется? В окнах этих домов ни одного целого стекла. В некоторых квартирах нет уже и стен, кто может, собирает вещи и отправляется к родственникам. Осколки прямо тут залетели туда в квартиру. Я их пособирал, повыкидывал. А потом выхожу, смотрю на Жековский хлопец, лежите тут на углу. Куда поедете сейчас? Ну, на театральную. Там, короче, моей супруге... На родственниках? Да. Они уехали в Москву, а квартиру оставили и ключи оставили мне. Те, кому некуда переезжать, спускаются в подвалы девятиэтажек. Вместе варим, готовим. Кого что есть, вот сюда. Мне пять лет половиной. Ну, как ты держишься? Нормально. Саша вместе с мамой и двумя братьями из этого убежища не выходит уже третьи сутки. Вместе с людьми под землей прячутся при тише от страха домашние животные. Чувствует собаки, когда начинается? Да, да, обязательно чувствует. Мы, в принципе, по нему ориентируемся. Вот, если он начинает волноваться, значит, надо где-то или прятаться, какие-то меры принимать. Вечером нас обстреляли с градов. Мы сидели в тамбуре. Ну, передать это ничего не сказать. Как в космическом корабле трясло весь дом. Просто здесь уничтожают население, понимаете? В Первомайске в последние дни не работают детские сады. Школы проводят занятия лишь два раза в неделю. Многим жителям уже не на что купить продукты. Для них городские власти организовали раздачу воды и хлеба. Ой, когда они стреляют, еще терпимо живем. Хоть какие-то продукты есть, что-то еще, какой-то запас. По чуть-чуть. А вообще, конечно, когда над нами летают, снаряды страшно. В подвалах сидим. А как часто летают? Да вот, каждый день вообще стрельба каждый день идет. К вечеру с украинской стороны на Первомайск вновь полетели снаряды. Есть пострадавшие на окраине города. Серьезно поврежден газопровод. Без отопления остались жители поселка Михайловка. Дмитрий Тумачев, Рушан Умяров, Дмитрий Ремезов, Иван Королев. Первый канал. Первомайск. Луганская область. Ситуацию на Украине по телефону обсудили президенты России и Казахстана. Разговор состоялся по инициативе Астаны. Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев подчеркнули важность соблюдения режима прекращения огня в Донбассе. Речь также шла о двустороннем сотрудничестве и повестке заседания Высшего Евразийского экономического совета, который состоится в декабре. На месте падения малазийского Боинга под Донецком завершен сбор обломков. Об этом сообщили в МЧС самопровозглашенной республики. Всего собрано 100 тонн. Все, что нашли, перевезли на станцию в Торезе и оттуда вагон отправится в Голландию. Когда? Неизвестно. Также сообщается, что с места катастрофы увезут только те части самолета, которые представляют интерес для голландской стороны. И это, в свою очередь, вызывает массу вопросов, в том числе у специалистов Росавиации, которые уверены, истину можно установить только совместными усилиями, а не в одностороннем порядке. Очередной пакет документов в адрес комиссии по расследованию катастрофы Боинга Росавиация отправит, возможно, уже в ближайшие дни. Ведомстве подчеркивают, что наша страна была первой, которая практически сразу после трагедии обнародовала данные объективного контроля об обстановке в районе крушения. Российская сторона и сейчас готова сотрудничать по любым вопросам, которые касаются расследования. Но, по словам заморуководителя Росавиации Олега Старчевого, от нас получает информацию, по сути, ничего не давая взамен. Пока наше сотрудничество выглядит несколько односторонним. От нас запрашивают материалы, мы их передаем, но никакой информации по расследованию от комиссии мы не получаем. В совместной работе не привлекаемся и все новости, по сути, узнаем из открытых источников. Это не может не вызывать сожаления, особенно учитывая богатый опыт российских специалистов, российских экспертов, в том числе в расследовании авиакатастроф. Который, я уверен, был бы крайне полезен. В так называемую объединенную группу по расследованию катастрофы входят несколько стран. Но основную роль в ней играют Нидерланды и Украина. Не все в мире согласны с таким раскладом. И есть страны, которые хотели бы принимать более активное участие в расследовании. Например, в Малайзии тоже открыто выражали желание принимать гораздо большее участие. И они, как государство регистрации воздушного судна, государство эксплуатант, а также страна, 44 гражданина, которые погибли в катастрофе, несомненно, должны были самым активным образом быть вовлечены в расследование. Самолет, принадлежащий малазийской авиакомпании, разбился на востоке Украины 17 июля. Погибли 298 человек. Чтобы установить полную картину произошедшего, нужна так называемая выкладка. Сохранившиеся детали корпуса самолета раскладывают в форме, максимально близкой к реальным очертаниям Боинга. Для этого представители Нидерландов и вывозят обломки с места крушения. Но как они это делают, вызывают у специалистов массу вопросов. На этих кадрах, например, по их просьбе сотрудники МЧС из Донецка пытаются разрезать стойку шасси. И только после того, как это им не удается, принимается решение грузить ее на платформу целиком. Интересно, что сбором обломков руководят не эксперты в области авиации, а сотрудники Совета безопасности Нидерландов. Такое обращение с фрагментами самолета, по мнению наших специалистов, точно не поможет установлению истины. Фрагменты самолета являются вещественным доказательством. Любое их повреждение уменьшает шансы установить истинные причины произошедшего. И выкладка самолета также имеет важное значение. И частичная выкладка фрагментов, на мой взгляд, означает частичную картину повреждений самолета. Что, опять же, снижает вероятность установления причин этих повреждений. Российская сторона неоднократно призывала США, Украину и Евросоюз придать огласки имеющиеся у них данные, полученные в том числе и с помощью средств объективного контроля, которые проливают свет на причины трагедии. В ответ пока одно молчание. Западные страны проигнорировали и появление спутникового снимка, который был продемонстрирован в эфире нашего канала. С его помощью можно сделать вывод, что Боинг был сбит в результате атаки украинского истребителя. В Росавиации считают, что любая информация требует детального рассмотрения, но пока воздерживаются от выводов. Этот снимок необходимо дополнительно проанализировать, после чего можно будет сделать выводы о его достоверности или недостоверности. Сегодня представители Нидерландов закончили сбор обломков на месте крушения Боинга. Между тем расследование катастрофы официально продлено до августа следующего года. Олег Шишкин, Дмитрий Малышев, Первый канал. Из Тулы в московский ожоговый центр доставили новорожденного мальчика. Накануне случилось ЧП в родильном доме. Во время проведения сеанса фототерапии загорелась лампа. У ребенка обожжено 70% тела, у еще одного малыша 10%. Выяснилось, что в момент проведения процедуры дети находились в палате одни, а медсестры прибежали, лишь когда сработала пожарная сигнализация. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью и ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей». За жизнь обожженных детей сейчас борются врачи. Как будет дальше событие развиваться, мне сказать, сложно. Ситуация тяжелая. Ну, оптимизма сохраняем, конечно, естественно. Ситуация меняется. Каждый час спланирован объем вмешательств. Была произведена перевязка и поставлен диагноз полноценный. И определена тактика лечения. Дальнейшая тактика, консервативно или хирургически, будет определяться уже нами в составе консилиума. Развитие общего рынка товаров и услуг в центре внимания Совета главправительств стран СНГ, который открылся в Ашхабаде. Один из основных вопросов – совместная борьба с серым импортом. Участники заседания также утвердили концепцию ядерной и радиационной безопасности и стратегию сотрудничества в области туризма. Дмитрий Медведев провел отдельную встречу с президентом Туркменистана. Речь шла об увеличении товара оборота двух стран. Россия – крупный поставщик автомобилей в Туркмению. По словам премьер-министра, объемы экспорта будут увеличены. Дмитрий Медведев также предложил налаживать взаимодействие в аграрной сфере. Мы не так активно развивали кооперационные и сельскохозяйственные связи, а сейчас жизнь изменилась. Мы несколько изменили наши подходы. Вы знаете, у нас сейчас действуют специальные правила в отношении поставок из целого ряда стран. И это дает нам возможность повернуться лицом к нашим близким друзьям, соседям, создать совместное производство, просто больше продукции покупать. У вас все растет хорошо, у вас урожай хороший. В этом году я знаю хороший урожай. Так что вот эта, мне кажется, сфера тоже новая, но очень интересная. Она касается, кстати, и закупок мяса, и некоторых других продовольственных товаров.